здравствуйте уважаемые садоводы и любители растений хочу поделиться с вами хорошим настроением подарить массу интересного и полезного для вас и поговорить сегодня о супер новинки этого сезона этого года да и пожалуй наверное за последние 10 лет которые в истории принципе гортензии еще не было хочу представить новинку гортензия rainy way bright или как про нее говорят гортензия сбежавшая невеста либо белоснежка в чем интересная особенность это этой гортензии все гортензии если сравнивать допустим метельчатую древовидную крупнолистную цветут только на верхних двух почках но бывает на трех то гортензия rainy way bright цветет из каждой почки по всей длине ветки посмотрите какая прекрасная гортензия вот она в большом виде какие у нее потрясающие крупные цветы огромного размера при том что распускаются они сначала ослепительно белого цвета потом становится жемчужного цвета слегка розоватого интересная особенность у каждого листа у каждого лепестка есть такие как бы вуале такие знаете закругленные и смотрится в действительности очень интересно реально такая сбежавшая невеста что это за сорт почему гортензия сбежавшая невеста кто ее вывел когда она появилась давайте все таки я вам расскажу это гортензия была представлена на выставке в челси это великобритания на выставку челси привез селекционер юшио саказаки это японский селекционер который на протяжении многих долгих лет занимался разведением ампельных петуний и возможно через какой-то период решил заняться замечательной культурой именно гортензии и он на свет показал 2018 году гортензия сбежавшая невеста белоснежка рэнни вейбрайт это действительно произвело фурор потому что за последние 10 лет ничего подобного в истории гортензии никогда не было то есть опять же рассказываю растение высота 50 сантиметров ширина самого куста может достигать до полутора метров потому что длина только одной ветки где-то 11 и 2 метра не меньше и представляете просто из каждой почки то есть по всей длине ветки идут цветы крупного размера белого цвета при том что у нее цветки есть как и стерильные если обратить внимание то есть вот он стерильный цветок крупный это с лепестками также есть и фертильные цветки как их называют плодовые то есть распускается они мы такими тычинками и пестиками и сдают приятный запах и аромат на основе как у каких гортензий селекционер все-таки ее получил есть гортензия макрофила это гортензия как правило крупнолистная как примеру там эндлер самар вечное лето и так далее именно серия гортензий крупнолистных и второй сорт в который называют его x гибрид он засекречен но кто-то утверждает аналитики говорят что это возможно гортензия черешковая ну к примеру давайте вам покажу гортензия черешковая как она выглядит то есть вот она гортензия черешковая ну для наглядности это вот гортензия лиановидная культура то есть она произрастает цепляется своими воздушными корешками за ствол дерева если мы сравним сходство вы знаете очень похожи листва гортензия плетистый черешковый и гортензия сбежавшая невеста схожесть есть определенная конечно я соглашусь может быть с селекционерами даже вот в момент зацветания здесь есть как и плодовые мужские цветки то есть фертильные так и стерильные цветки очень крупные то есть они есть и такие такие то же самое как у сбежавшей невесты что касается гортензии пятиолярис черешковый плетистый это гортензия она может достигать длины до и высоты как бы само растение до двадцати пяти метров и цветет как правило наверху тоже такими зонтиками очень декоративно опять же это напоминает гортензия не вейбрайт так что возможность возможно есть видимо какие-то аспекты в селекции этого сорта ну гадать мы не будем потому что виднее именно селекционеру потому что в действительности он держит это в секрете мы будем узнавать конечно о новых сортов новые сорта которые ближайшее время у него будут уходить но главное сейчас козырь главная королева среди новинок который мы сейчас представляем это конечно же гортензия сбежавшая невеста потому что она поистине но просто супер декоративная фантастически интересная а что касается по грунту гортензия ранивый брайт сбежавшая невеста предпочитает расти как правило либо на слабо кислой почве то есть это где-то 5,8 5,9 паж но лучше конечно 6,5 это нейтральная почва земля должна быть воздухо и влагопроницаемы как правило это средняя степень кислотности торфа ну к примеру торф с добавлением возможно может быть даже той же немножко извести вот для небольшого раскисления но грунта должен быть максимально воздухо влагопроницаем а также при посадке гортензия используется обязательно садовая земля лучше использовать либо глину либо суглинок также можно добавить для нее в грунт посадку перепревшую сосновую подстилку именно сосновой почему именно сосновой потому что именно в ней будет прекрасно развиваться микориза микориза это определенный гриб полезный гриб который позволяет хорошо расти это замечательной красотки поэтому именно микориза способствует ей красиво и хорошо развиваться то есть по сути берем получается торф рыжий можно нейтральной садовой земли и хвойная подсилка из-под сосны, перегнившая. Вот, по сути, три основных субстрата, которые нам нужны. Более того, нам не нужно. Что касается подкормки. Для подкормки лучше всего, конечно, использовать минеральное удобрение. Мы используем в протяжении уже многих лет, ну, лет как бы 15 точно пользуемся. Очень нам нравится комплексное минеральное удобрение, пролонгированное. Компанией Компоэксперт называется Базокот плюс 3М. Почему 3М? То, что действие его 3 месяца. То есть, вы его один раз внесли под куст, буквально посыпали сверху. Не нужно его там разводить в воде, потому что вы его не растворите, оно не растворяется в воде. Каждая гранула, она находится в полимеровой оболочке. Это для того, чтобы все питательные вещества находились там внутри. И сразу не отдавались растению, а только постепенно. Вот в этом суть именно самой пролонгации. И главное, она очень экономичная. То есть, допустим, на такой куст нам надо внести всего лишь 1 столовую ложку. То есть, это примерно 20 грамм. И самое главное, один раз в год. Не нужно вносить постоянно разные подкормки. То есть, один раз посыпали, внесли, да и забыли. То есть, по сути, удобрение для лентяев. Вот. Ну, я так называю, что для лентяев. Но, если честно, очень много уходит времени на подкормки, на поливы, на уходы. Поэтому, время для нас ценно. Поэтому, лучше вносить более правильную подкормку и не жалеть на это деньги и свои средства. Потому что, вот эта красотка вас отблагодарит своим пышным, шикарным цветением. Своими вот этими огромными, потрясающими цветками. Которые вас будут просто вдохновлять на хорошее настроение. Всегда. Вот. Поэтому, вот такая замечательная новинка от селекционера Юшиуса Казаки. Вот такой вот потрясающий куст. Наглядно вам показываю. Это живая картинка. Не картинка из интернета, как говорится. Она, единственное, только зацветает. Сейчас только зацветает. Но, когда она зацветет, будет пелена из цветков. И, практически, вы ничего не увидите свободного. То есть, будут одни цветы. То есть, листьев даже не будет видно. И, самое интересное. Вот есть фотография. Можно посмотреть в интернете. Там Юшиуса Казаки держит ее в руках. Она у нее стоит. То есть, там просто куст усыпан этими цветками. И у нее, главное, метелка такая. Длинные-длинные такие метелки. По метру с лишним длиной. И вот просто из каждой почки цветы. Это действительно как будто такая сбежавшая невеста. Убегающая невеста. То есть, вот как будто от куста она убегает в сторону. С такой вуалью красивой. Вот. Поэтому, это действительно очень интересный сорт. Советую. Обязательно приобретайте. Вот эту замечательную новинку можно заказать у нас в нашем питомнике. Наш сайт питомник-гортензия.рф. Также мы сейчас участвуем на фестивале Moscow Flower Show, который проходит сейчас с 26 июня по 5 июля. И там также есть ссылка на питомник-гортензия. Можно перейти и у нас заказать, приобрести. Наш магазин находится на ВДНХ. Это 1-ая Останкинская 55. 1-ый этаж под фудкордом. И чей-то баннер. Питомник-гортензий. Это мы. Вот. Также второй баннер наш подмосковный Рададендарна. Это тоже мы. Розовое дерево. Тоже мы. Вот наши три основных бренда. Мы работаем и занимаемся. Вот. Что касается вот этой замечательной новинки. Я, наверное, рассказал о ней в действительности в принципе все, что хотел о ней сказать. Но в ближайшее время, в этом году, осенью, будут проходить много выставок. То есть выставка «Флаурс. Цветы» будет проходить на ВДНХ. Выставка «Дача садовод и фермер». Ну, как она там? «Садовод и фермер» называется. Она в этом году, кстати, проходить будет у нас в 57-м павильоне. Это, ну, история России где. Там будет проходить. Также выставка «Фазенда». Это парк «Сокольники». Тоже будет проходить выставка. Вот эту замечательную красотку мы будем с собой таскать везде. Чтобы вы приходили, смотрели, наслаждались, потрогали и убедились, какая она красивая. И с каждым днем она будет становиться все краше и краше, краше и краше. Так что очень ее люблю. Влюблен в нее безумно. И хочу вот эту любовь подарить вам. Зовут меня Андрей Малышев. До новых встреч. Спасибо. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok